Сегодня апелляционная инстанция суда вынесла решение по громкому делу экс-премьер-министр Серика Ахметова. Даже апелляционное заседание, которое обычно длится до часа, растянулось на три дня. Людмила Батюшкина с места события. Осужденных в зал суда не привезли. Постановление апелляционной коллегии заслушивали их адвокаты и родственники. Как и после приговора первой инстанции, родственники осужденных выходили в слезах, но многие в слезах радости. Почти всем фигурантам по делу с приговор смягчили. Серик Ахметов свою вину не признал, но накануне апелляции его родственники и друзья возместили в бюджет больше двух миллиардов тенге. Наш подзащитный Ахметов Серик Ахметович признает, что в период его работы на должности Акима Караганинской области, а также премьер-министра испублики Астан, он не досмотрел и допустил на территории Караганинской области нарушение интересов государства и причинение ему в результате противоправных действий отдельных лиц материального ущерба. Учитывая это, коллегия главному подсудимому экс-премьеру страны Серику Ахметову срок заключения снизила с 10 лет лишения свободы до 8. Экс-аким области Боржану Абдишеву 5 лет колонии общего режима заменено на 3 года с конфискацией имущества. Бывшему Акиму города Мираму Смоголову 3 года заменили на 2 года с конфискацией. Обоим запрещено занимать должности в госорганах сроком на 5 лет. Анатолию Эссе срок заключения снижен с 7 до 5 лет. Двоим подсудимым Айджанову и Мухаммедову реальные сроки лишения свободы заменены на условные. Учитывая второстепенную роль в совершении преступлений, возмущении причиненного ущерба, личность, возраст каждого, семейное положение, а также состояние здоровья в отношении осужденных Абдишева, Тигарина, Дарибекова, Эмбетова, Кисикова, Эсса, Искакова, Смогулова, назначено наказание в виде лишения свободы коллегия снизила. В отношении осужденных Мухаммедова и Айджанова, с учетом семейного положения у Мухаммедова и Айджанова в состоянии здоровья, коллегия к назначенному наказанию применила статью 63, то есть назначена условно с испытательным сроком. Осужденные еще могут обжаловать постановление апелляционной коллегии в касационной инстанции Верховного суда. Почти все они уже отсидели около полутора лет под стражей. Этот срок будет защитом в срок заключения. Таким образом, Мирамс Магула выйдет на свободу уже через полгода. Домашний арест Серика Ахметова, по словам Светланы Миночкиной, также будет защитом в срок заключения.